Добро пожаловать в инфосферу! Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на Аполлон-18. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Чужой завет! Выжившие члены команды Прометея, Элизабет и Андроид Дэвид, сделали первый шаг навстречу разгадке тайны инженеров. Теперь пришло время узнать остальную правду, которая укрыта на родной планете белых великанов – рай. Живое! Группа исследователей с Международного космического корабля обнаруживает жизнь на Марсе. Они еще не подозревают, какие события повлечет за собой их открытие. Марсианин 2015 года Марсианская миссия АРИС-3 в процессе работы была вынуждена экстренно покинуть планету из-за надвигающейся песчаной бури. Инженер и биолог Марк Уотни получил повреждение скафандра во время песчаной бури. Сотрудники миссии, посчитав его погибшим, эвакуировались с планеты, оставив Марка у одного. Очнувшись, Уотни обнаруживает, что связь с Землей отсутствует, но при этом полностью функционирует жилой модуль. Главный герой начинает искать способ продержаться на имеющихся запасах еды, витаминов, воды и воздуха еще 4 года до прилета следующей миссии АРИС-4. Интерстеллар 2014 года Когда засуха приводит человечество к продовольственному кризису, коллектив исследователей и ученых отправляется сквозь чревоточину в путешествия, чтобы превзойти прежние ограничения для космических путешествий человека и переселить человечество на другую планету. Гравитация Доктор Райан Стоун, блестящий специалист в области медицинского инжиниринга, отправляется в свою первую космическую миссию под командованием ветерана астронавтики Мэтта Ковальски, для которого этот полет последний перед отставкой. Но во время, казалось бы, рутинной работы за бортом случается катастрофа. Шаттл уничтожен, а Стоун и Ковальски остаются совершенно одни. Они находятся в связке друг с другом, и все, что они могут, это двигаться по орбите в абсолютно черном пространстве, без всякой связи с Землей и какой-либо надежды на спасение. Последние дни на Марсе В последние дни пребывания на Марсе астронавты делают поразительное открытие. На собранных ими образцах грунта обнаружились микроскопические следы некой формы жизни. Вскоре землян должен забрать корабль, и оставшиеся часы они решают потратить на сбор дополнительных доказательств, для чего возвращаются в Марсианскую долину. Европа Фильм повествует о международной космической экспедиции к шестому спутнику Юпитера, которую снаряжает некая частная корпорация. Цель полета – высадиться на поверхность Европы, в подлёдном океане которой учёные теоретически предполагают наличие жизни. Кроме Тей В поисках сакрального знания группа учёных отправляется в самые тёмные и неизведанные чертоги Вселенной. Именно там, в отдалённых мирах, находясь на пределе своих умственных и физических возможностей, им предстоит вступить в безжалостную схватку за будущее всего человечества. Зелёный фонарь 2011 года Во Вселенной, столь же бесконечной, сколь и загадочной, многие века существовал отряд воинов, обладающих огромной силой. Защитники мира и справедливости их называют Корпус Зелёных Фонарей, братство воинов, поклявшихся защищать межгалактический закон, где каждый из них носит кольцо, дарующее ему сверхспособности. Но когда новый враг по имени Паралакс угрожает и нарушает равновесие во Вселенной, их судьба и судьба Земли оказывается в руках новобранца, первого человека в истории отряда, Хэлла Джордана. Грибный заживо Герой фильма Полк, находящийся в раке по контракту, во время засады теряет сознание, и спустя время приходит в себя в странном, тесном, тёмном месте. Нетрудно догадаться, что воспользовавшись зажигалкой, Пол обнаруживает себя похороненным в гробу. Ему предстоит пережить много страшных, психологически тяжёлых, физически невозможных мгновений борьбы за собственную жизнь, в попытках выбраться из неожиданной ловушки. Пишите в комментариях, какие фильмы по вашему мнению стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание, до скорых встреч!